Внимание гостей и посетителей были представлены образцы вооружения, военных авто и бронетехники. Сегодня для абитуриентов прошли показательные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя, операции по освобождению заложников, также специальные упражнения из пистолета и автомата. В программе сегодняшний показ вооружения техники, который является войской частью, и дальше по освобождению заложников, то есть показ был, и дальше рукопашный бой. Это рукопашный бой показывали бойцы, которые здесь служили 6 месяцев. По словам командира части, подобные мероприятия проводятся каждый год в целях пропаганды и повышения престижа военной службы среди молодежи. Перед вами представлены стелковые оружия, состоящие на вооружении нашей части. Все представленные стелковые оружия боевые, неоднократно применялись при выполнении различных спецопераций. 7,62 мм автомат Калашникова модернизированный со складывающим прикладом. Приклад складывается. Вот так. Емкость магазина 300 патронов. Оснащен коллиматорным прицелом и посвольным фонариком. Для выполнения спецопераций в темных помещениях. Атмосфера войсковой части была по-настоящему захватывающей. Многие ученики, свидетели всего происходящего, были в восторге и полны эмоций. Мне понравилось, мне даже захотелось стать пантерой, поступить сюда. Мне понравилось захватывать это здание. Они хорошо захватывали, бросились с крыши в окно. Я хотел медикам стать, но сегодняшний день хочу стать спецназом. Мне был интересен захват заложников. Когда солдаты с третьего этажа, не спускаясь, взрывали гранаты. Это было очень эффектно. Был фаербол. Больше всего понравилось, как они с третьего этажа спускаются. И у нас тоже там зажиглась внутри искра, чтобы стать военными. Стоит отметить, что данное мероприятие прошло в рамках празднования Дня Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Дня Вооруженных Сил Кыргызской Республики